Что сейчас происходит в регионе, расскажет телеканал ПС в студии Артемий Заварзин. Добрый день. В Архангельске, несмотря на дождливую и пасмурную погоду, накаляется обстановка. Столица Поморья в эти дни принимает соревнования по пожарно-прикладному спорту северо-западного федерального округа. Гости из 12 регионов России борются за возможность попасть на чемпионат страны. В каждой команде 22 человека. Школьники – это младший состав. И профессиональные спасатели – основной. Все они преследуют одну цель – опередить соперников. В первый день соревнования проходили в физкультурно-оздоровительном центре имени Личутина. Испытания в виде полосы препятствий и пожарные эстафеты 4 по 100. Это коллектив. Каждый должен пробежать. Каждого нужно в обязательном порядке оценить. Он должен показать свой результат. И в первую очередь этот результат должен пойти на пользу как команде, так и самому участнику. О тонкостях соревновательного процесса, фаворитах состязаний и шансах сборной Архангельской области расскажет моя коллега Олеся Кокина в следующем выпуске новостей в 16 часов на канале ПС. Город Шенкурск официально принес безопасное сообщество в 1989 году. По инициативе Всемирной ассоциации здравоохранения была создана международная сеть безопасных сообществ. На данный момент она включает в себя более 380 городов по всему миру. Теперь к ним присоединился и Шенкурск. Алексей Карельский продолжит. Присвоение Шенкурску статуса безопасного сообщества стало возможным благодаря реализации российско-норвежского проекта. С 2015 года на базе районной больницы начали вести регистр травм. Для этого опрашивали пострадавших. Где, при каких обстоятельствах они получали травмы? Что этому способствовало? Нам казалось вначале, что это будет дорожно-транспортная травма. Нет. В лидирующей позиции вышли вот именно травмы, которые получают люди дома. Например, пожилые люди. Значит, пожилые люди, стеляя те же самые коврики, которые скользят по полу, получают, например, слом шейки бедра. Создав регистр травм, активисты проекта начали профилактическую работу. Выпустили брошюры по правилам безопасности, организовали акцию ледоходы, призывая жителей использовать противогололедные накладки на обувь. Давали рекомендации пожилым людям. Казалось бы, ничего особенного. Но за рубежом такая работа давно приносит свои плоды. В наших безопасных сообществах уровень травматизма сократился на 25-30%. Норвежские партнеры оценивали работу своих коллег из Поморья по семи критериям. Город соответствует всем. Впрочем, о снижении травматизма в районном центре говорить пока рано. Скорее, о стремлении к этому. Чуть позже, после того, как мы получим уже явные, скажем так, способы снижения тех видов травм, которые мы определяем по регистру, мы эти вещи уже будем распространять и на соседние наши муниципальные образования. Важно отметить, что Шенкурск стал первым городом России, получившим статус безопасного сообщества. А сейчас об интересном опыте в Вельском районе. Спортивная инфраструктура на селе может появиться не только благодаря национальным проектам. Иногда достаточно энергии молодых и инициативных жителей. Пример подают в селе Благовещенское. Впечатлилась опытом величан и моя коллега Олеся Кокина. Римма Дегтярева – одна из самых активных жителей села Благовещенское в Вельском районе. Девушка руководит ТОСом Возрождение. Вот уже два года вместе с Советом Молодежи она создает спортивную инфраструктуру на селе. Начали с катка. Первым проектом мы построили ограждение, площадки, закупили коньки и комнату, где выдача коньков. На второй проект у нас что, нам денежек дали не очень много. Мы сделали только скважину и покрасили и расписали. Корт – не первый проект Благовещенских ТОСовцев. Десять лет назад в селе появилась своя маленькая лыжная база. Полтора километра освещенной трассы и прокат лыж. В живописном бару катаются не только любители, но и известная спортсменка. В 2015 году титул чемпионки Кубка мира мастеров по лыжным гонкам выиграла жительница Благовещенского Марина Берская. Когда на мировом этапе она вошла в тройку лидеров, в женской раздевалке лыжницы со всего мира удивленно обсуждали, откуда же она взялась. Я стою так в уголочке и не признаюсь. А потом она заметила меня, девчонка, и говорит, что да вот она. А они спрашивают у меня вот эти все участницы, спрашивают, а ты откуда взялась, откуда ты приехала, почему тебя раньше не было. А я им такая говорю, да я говорю из деревни. Да я в принципе так говорю, любитель такой. Этим видом спорта она увлеклась еще в конце 70-х, когда училась в Шенкурском профессиональном училище. Тренируется на родной базе и в центре лыжного спорта Малиновка. В ее доме, кажется, нет уголка, где не было бы кубков, медалей и наград. Однако главное богатство хранится отдельно. А здесь я храню свою любимую лыжи. Вот на этих лыжах Фишер как раз я стала чемпионкой Кубка мира мастеров в Сыктывкаре. Марина Берская – полноправный член сборной России в клубе мастеров лыжных гонок и капитан своей районной сборной, которую уверенно ведет к победам. Олеся Кокина, Евгений Языков, Архангельское телевидение. Теперь в Холмогурский район, в селе Ломоносово, восстановлена историческая справедливость. В местной церкви Дмитрия Солунского появились колокола. Памятник федерального значения, храм, как многие в стране, был закрыт в советские годы. Как же церковь обрела свой голос? Расскажем прямо сейчас. Кажется, этот благой звук не заглушит даже самый сильный ветер. Храм будто сообщает на весь мир. Я жив, восстановлен и обрел свой голос. 3 июня в праздник Святой Троицы на Звоницу установили 7 колоколов. Изготовлены они были в городе Жуковском, Московской области. Вот я так понимаю, там заказ сделали на эти колокола. Но они, получается, именные для нашей церкви, именно Дмитрия Солунского. Закрытая в советские годы почти 100 лет церковь была в запустении и разрушалась. Пятиглавый Дмитриевский храм был открыт после реставрации в 2014 году. Возрождение долгожданное, но не первое в истории Святой Обители. Изначально храм был деревянный, но в 1718 году произошел пожар. Храм сгорел от попадания молнии. И крестьяне подают челобитную архиепископу Варнове, прося разрешения о строительстве нового храма. Он, конечно, дал такое разрешение, но строить велено было каменный и к нему колоколинку. Строительство этого храма началось в 1726 году. Участие в строительстве храма принимал юный Михаил Ломоносов, а его отец собирал деньги на строительство церкви. Теперь уже на восстановление колокольни средства искали потомки Великого Помора всем миром. Сбор средств мы начали в июне 2016 года с благословения нашего священника. И в течение года мы насобирали вот эту сумму. Собирали как селила Моносова все, так и помогали нам и из других окрестных городов, и даже из Москвы, и из-за рубежа. Сейчас у опекунов храма и духовенства другая забота, как обустроить систему отопления. Из-за ее отсутствия службы проводятся только летом, а паломники едут круглый год. Пусть пока не в теплый храм, но с теплом в душе. Артемий Заварзин, Денис Линчевский, Архангельское телевидение, Холмогорский район. Продолжаем. В Котласе, в школе искусств Гамма, открылась хоровая ассамблея и пятая летняя музыкальная академия. В этом году она получила поддержку в виде гранта губернатора Архангельской области. В этом году в летней академии 40 воспитанников из разных уголков страны. Наставления они принимают от мэтров классической музыки из Архангельска, Саратова, Москвы, Санкт-Петербурга и Швейцарии. Традиционная методика обучения – ежедневные многочасовые мастер-классы. Привычный отчет успеваемости – вечерние концерты, на которых судьи – зрители. Академия – это не только учеба. Академия – это, прежде всего, фестиваль. То есть к городу же мы обращены к слушателям не учебой, не мастер-классами, а концертами. Музыка – это средство общения. И когда один музыкант показывает, что он умеет, а другой, смотря на это, слушая это, что-то воспринимает, что-то не воспринимает, продолжает развиваться. Универсальный язык общения – музыка – помогает ученикам академии перенимать заграничный опыт. В этом году в гостях у Котласа побывал норвежский коллектив «Арктик симфониэта». У нас несколько профессиональных проектов уже между нами было. Они касались всегда профессиональной сцены. Но им интересно быть вовлеченным именно в проекты, которые связаны с детьми, с подрастающим поколением здесь. «Алегра» или «Адажа», «Легатта» или «Стакатта» – профессиональный музыкант должен чувствовать каждую ноту. Всегда по-новому. Летняя музыкальная академия открывает перед подрастающими исполнителями яркие перспективы. Некоторые посещают ее уже пятый год. Музыка – это, на мой взгляд, самый многогранный вид искусства. Там можно передать все, что тебе захочется, все чувства, которые ты в данный момент испытываешь. Вдохновенно играть, внимательно слушать и принимать гостей исполнители будут до 30 июня. Всех любителей классической музыки ждут в школе искусств «Гамма» каждый вечер. Сегодня у Котлашан есть возможность познакомиться со столичным коллективом. Московским ансамблем современной музыки. Мы продолжим знакомить вас с новостями региона на канале ПС в 16 часов. Будьте с нами.